Здравствуйте! В эфире детали дня в студии Мария Морозова. Общественная организация «Уральский дом» открыла сегодня второй жилой модуль. 23 койко-места уже готовы принять своих жителей. Ими станут мигранты, выходцы из стран Средней Азии, получившие работу в Заречном. О том, что такое миграционный мост и как его правильно построить, смотрите в нашем сюжете. Анвар Тургунов в Заречном живет почти полтора года. В России он приехал с юга Киргизии, когда в республике разгорелась этническая война. Здесь помогли сделать регистрацию, оформили разрешение на работу и дали жилье с теплом, электричеством и горячей водой. Сейчас условия проживания сделают еще лучше. Анвара и многих других планируют переселить из общежития в новый модульный дом с раздельными комнатами. Заходил, там, конечно, все красиво сделано, нормально, отопление там, тепло, душевые. Там в каком плане лучше, что там, здесь вот, например, мы жили только мужчины, а там могут и женщины, и семейные как бы. Вот в этом плане тоже хорошо. Заходите, пожалуйста, погреться, посмотреть. Посмотреть и погреться заходят сотрудники Международной миграционной организации, общественники из Швейцарии, Таджикистана, Душанбе, Бишкека и многих российских городов. Внутри пять жилых комнат, две семейных на двух и на трех человек и три общих по шесть кроватей в каждом. Здесь же туалеты душевые, светло, тепло и за приемлемую цену. Мигрантам жилье здесь обойдется всего в 3-3,5 тысячи рублей в месяц. Подобные дома, уверены общественники, должны быть в каждом городе. По большому счету в каждом муниципалитете, вот это было бы самое лучшее, идеально. Но вообще, как минимум, должно быть у каждого из партнеров проработать по оргнабору. То есть, где бы люди могли принимать мигрантов? Нет, ну, я не могу. Цена вопроса – 2 миллиона рублей. Этот модуль – всего лишь часть Центра комплексной поддержки мигрантов «Уральский дом». Организация защищает права беженцев и вынужденных переселенцев вот уже 15 лет. Ее основатели, Леонида Гришина и Рафаэля Сережединова, называют разработчиками миграционных мостов. С одной стороны моста организация работает с потенциальными мигрантами из стран Средней Азии, с другой – ищет надежных работодателей здесь, в России. При этом специалисты «Уральского дома» берут на себя оформление документов и меры по адаптации иностранных граждан, вплоть до преподавания русского языка. Очень важны люди, которые в эту тяжелую для каждого человека пору, приезжает ли он временно или тем более приезжает постоянно жить, оказывается, ну, дают платформу для жизни. Обсудить опыт «Уральского дома» в построении миграционных мостов общественники собрались во Дворце культуры «Ровесник». Рассуждали, возможно ли применить опыт зареченцев по всей стране. Уже сегодня, по примеру, «Уральского дома» в России работает семь организаций, но только в «Заречном» поддержка мигрантов осуществляется комплексно. Александр Кузнецов, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня. Еще один объект комплексного центра поддержки мигрантов открыли сегодня на Ленинградской. Это медицинский центр с уникальным для заречного оборудованием. Обслуживать центр будет не только трудовых переселенцев, но и местных жителей. Расположен медицинский центр в подвальном помещении на Ленинградской, 29. Внутри – шесть кабинетов. Взрослая и детская стоматология, хирургический, терапевтический и два диагностических кабинета. В одном уже установлено рентгеновское оборудование. В другой – поставят томограф и аппарат УЗИ. Технику в качестве гуманитарной помощи пришлют из Германии. Обслуживать его будут квалифицированные специалисты – местные и зарубежные. Медицинский центр, по словам основателей, будет специализироваться не только на медосмотрах и диагностике, но также будет оказывать и лечебные услуги. Где зарабатывать деньги? Ответ на этот вопрос пытаются найти будущие выпускники Уральского технологического колледжа. В учреждении прошли традиционные дни карьеры Росатома. Более десятка работодателей рассказывали о своих предприятиях, чтобы студенты определились, куда все-таки пойти работать. Подробности в сюжете. Вячеслав Панов – студент Уральского технологического колледжа. Этот учебный год для него станет последним. В июне он сдаст экзамены и попробует устроиться на работу. Куда именно – решил еще до поступления в РТК. Сегодня студент здесь, чтобы еще раз убедиться в правильности своего выбора. Я учусь на специальности электрической станции сети и системы. Она меня изначально привлекала, и я сразу же планировал, что примерно по такой специальности и буду работать. Сегодня пришел на это мероприятие, чтобы послушать представителей Белоярской АЭС. Как и Вячеслав, большинство студентов колледжа мечтают работать в атомной промышленности. Это доказывают последние данные. Сегодня выпускники Уртыка трудятся на всех атомных электростанциях России и даже за рубежом. Однако некоторых студентов интересуют другие сферы деятельности. У них тоже есть выбор. Так, помимо представителей Белоярской АЭС, на встречу с будущими выпускниками пришли еще 13 работодателей. Дни карьера, они и преследуют такую цель, чтобы выпускники учебного заведения узнали как можно больше работодателей. Работодатель узнал о том, что их себя представляют выпускники учебного заведения, какая их потребительская стоимость. И после этого какие-то контакты устанавливаются. Установить контакты, определиться с будущим местом работы, узнать о предъявляемых требованиях – вот ради чего здесь сегодня собрались десятки студентов. Для них работодатели подготовили презентации, в которых рассказали об особенностях профессии и будущих перспективах. Благодаря техническим возможностям нашего предприятия мы производим широкую номенклатуру продукции с полным соответствием стандартам качества и поставляем ее во многие страны мира. Студенты к встрече были подготовлены благодаря Центру карьеры, созданному три года назад. Там будущим специалистам помогают определиться с дальнейшим местом работы. Так что в колледже уверены – большинство студентов уже знают, с какой сферой деятельности связать свою жизнь. Мария Морозова, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. Около поселка Инструментальный, недалеко от дороги, прохожие обнаружили лежачего пса. Он провел без еды и воды шесть дней. Передвигался он только на передних лапах. Люди предположили, что его сбила машина. Пытаясь выжить, собака питалась одним снегом. Мимо животного ходили десятки людей. Но помощь пришла лишь от одного человека. Подробности в сюжете Виолетты Воробьевой. Где-то было полвторого, я шел с учебы и увидел вдалеке собаку. Я недолго думаю, подошел и увидел там такую картину, что задняя часть просто опущена. То есть ноги сломаны там вообще. Молодой человек попытался поднять собаку на руки, но не смог. Тяжело. Алексею пришлось оставить раненое животное там же, у дороги недалеко от фабрики. Сам пошел домой, налил теплый суп в кастрюлю и отнес замерзающему псу. Своим родным Алексей позже признался, что ходит подкармливать больную собаку. Потом в субботу сходил, он его покормил разок. И потом только говорит, мама, его бесполезно кормить, он уже умрет. Ну и что, ну, как сказать. Я как бы старалась об этом не думать. Вот пять дней после этого прошло, как он последний раз его кормил. Я думаю, он потом говорит, мама, я пришел. Он все-таки живой. Не раздумывая, Оксана Коробкина заняла денег на такси и привезла замерзающего пса к себе в Муранитный. Возможности держать животное у себя не было. Решил отнести собаку в заброшенный амбар. Из-за жесткого напольного покрытия собака с трудом могла передвигаться. Мы решили так, что он здесь и останется. То есть мы обзванивали по всем инстанциям. Все отказывали. В администрацию тоже звонила. А они-то о чем думают? Холодный амбар, открытые на сиждвери и бетонный пол – все, что было нужно замерзающему псу. Каждый день Оксана варила суп и относила собаки. Попутно подыскивала для дворняги и заботливых хозяев. Наша съемочная группа решила хоть чем-то помочь животному. Мы отвезли питомца к ветеринару. Диагноз далее не самый утешительный. А трофея пошла. Тут, видите, нет уже мышц практически. Косочки уже торчат. Тут-то вот собака, я не скажу, что она сильно хорошая в питанности, но тем не менее есть мышцы. А вот здесь уже кости, вот они все, видите. Маклайки, все уже прощупывается. Вот сустав, все отлично прощупывается. Идет трофея, то есть он, конечно, не встанет уже никогда. Это практически невозможно. Пристроить пса в городской питомник нам не удалось. Собаку пришлось отвезти назад в Муранитный, но уже в более теплое место. К сожалению, вчера вечером стало известно – животное погибло, не выдержав трудностей. Виолетта Воробьева, Максим Булагин, «Детали дня». Каратисты десантника озолотились и осеребрились. Накануне спортсмены вернулись из Кургана. Там прошло первенство Уральского федерального округа по карате. Золотую медаль завоевала Дарья Хорищенко. А Евгений Леонов и Татьяна Яровая вернулись серебряными призерами. Причем Татьяне до первого места не хватило всего двух очков. Подробности в сюжете Алины Мулояновой. Первенство Уральского федерального округа по карате. Финальный поединок. Зареченка Татьяна Яровая борется за золотую медаль. До конца боя несколько секунд. Однако в последний момент удача обходит Татьяну стороной. В итоге золотую медаль пришлось отдать спортсменке из Черябинска. Конечно, хотелось выиграть, но помешало неуверенность. Хотел, я выходила, на Татане уже прибывала. Была уверена, что я выиграл. Когда начала биться, уже все, что-то не так пошло. О том, что победа ускользнула из рук спортсменки, первой узнала самая ярая болельщица Татьяны – ее бабушка. Татьяна Александровна всегда в курсе, где проходит соревнование и знает каждую медаль, которую завоевала внучка. А их за 9 лет накопилось немало. Один год хотела бросить. Пришла бабушка, я, наверное, прошу. Наверное, в классе 9-го было. Я говорю, Таня бросить всегда не поздно. А вот как начать потом, ты уже не сможешь. Сейчас мыслей бросить карате у Татьяны не возникает. Девушка уже привыкла к усиленным тренировкам и регулярным поездкам на соревнования. На них, кстати, девушка всегда берет свою счастливую сумку. И вон она у меня с Австрии. Мы ее тут и зашивали, и что-то только с ней не делали. Она у меня вон уже, рвется вся вон. Скоро эту сумку снова придется зашивать. Она пригодится Татьяне Яровой для поездки в Череповец на всероссийские соревнования. Туда через две недели она отправится вместе со своими боевыми товарищами. А пока спортсменов ждут ежедневные усиленные тренировки. Алина Муленова, Антон Крюков, Павел Панов. Детали дня. В третьей школе сегодня падали горшки с цветами и били стекла. Разбушевавшаяся толпа школьников пыталась проникнуть в закрытую столовую. Есть пострадавшие. Эти кадры нам прислал городской репортер Сергей. Старшеклассник рассказывает, несколько десятков школьников почти всю перемену пытались попасть на обед. Внезапно послышался звук битого стекла. Кто-то разбил стеклянную дверь. В этот момент рядом находились двое школьников. По словам городского репортера, оба мальчика поранились. Строительству ледового городка на бульваре Олещенкова могут помешать автомобили, припаркованные во дворах Ленинградской 20 и 22. По этому пути будет проезжать большегрузный транспорт. Строители ледового городка, в частности, беспокоят автомобили, припаркованные возле трансформаторной будки. В этом месте большегрузом будет тяжело разворачиваться. Поэтому они и обращаются к жителям с просьбой не ставить здесь автомобили. Строительство ледового городка начнется с завтрашнего дня. Первым делом на бульвар завезут елку и горки. А теперь о погоде на завтра. Прогноз предоставлен агентством ГИСМЕТИО. Пятого декабря в Заречном будет пасмурно. Температура воздуха ночью минус 9, утром на 4 градуса выше. Возможен небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки. К вечеру опустится всего на одно деление. Ветер преимущественно южный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. И на сегодня это все детали. Увидимся с вами завтра в это же время на канале Заречный ТВ. Счастливо!